Йоу, Балер, с вами Деюшка Рассел и скажу вам по секрету, но только цсс, нам на Новый Год прислал подарочек в магазин Делаем Вещи. А что же это такое? Давайте посмотрим. У нас на обзоре Adidas, а что же это будет за модель? Вы скоро узнаете. Let's go! 2 именная модель звездного игрока из атланты 3 young 2 1 модель в прошлом сезоне была в топе оправдает ли это пара надежды и также встанет на вершину скоро узнаем let's go 2 модель практически полностью повторяет силуэт 1 имеет монолитный сапожок мы успели затестить кроссовки с нашим бро из команды кикс хонта с серегой гейзером так как у нас одинаковые размеры но разный подъем и ширина стопы у него низкий подъем и узкая стопа у меня соответственно наоборот при первом на диване с моим высоким подъемом возникли лютые трудности синие наверно через боку синие с боку порвется смотреть варю здесь прям очень жестко да капец вообще просто можно даже не завязывать на как бы уже держится после первой игры которая кстати прошла на нашей сходке в плейграунд рублево у меня появилась посинение в районе подъема и я натер мозоль на больших пальцах но через пару тренировок верхняя часть под разносилась и все натирания которые были до этого исчезли широкой стопой я не чувствовал какого-то дискомфорта все было по кайфу для обладателя низкого подъема также при первом на диване возникли проблемы но через пару игры их можно было без проблем надеть так как верхняя часть уже подразносилась по размеру вторые янги сели точно на 10 половиной с что касаемо мягкости в кроссовках есть только два мягких подов пятки внутри никакого набивочного материала нет кроссовки выполнены из вязаного текстиля по всему периметру но внутри весь кроссовок прошит еще одним слоем текстиля но уже более плотным в районе носка присутствует какая-то картонка клеенка из-за этого бутерброда текстиля вентиляция в кроссовках отсутствует хотя в районе подъема прямо отчетливо видны дырки в вязаном материале так как там отсутствует дополнительный слой текстиля но все равно это не спасет мид соль выполнена из знакомых нам пена в пятки это добротный слой буста но уже без лайстрайка как это было в первой модели носовой части пена light strike хотя по первым впечатлениям казалось что ее будет не хватать при моем весе в 90 килограмм но как оказалось ее вполне достаточно да и чувство корта никуда не делась в совокупности с проверенными технологиями кроссовки справляются с гашениями ударных нагрузок на ура ни малейших пробитий не было рисунок протектора выполнен из различных линий кругов и разнонаправленные елочки на линолеуме цепляет отлично на чистом паркете тракция просто на ура чувствуешь себя уверенно на все сто процентов а вот на пыльном паркете уже появлялись микро проскальзывания и иногда приходилось протирать подошву чтобы чувствовать себя уверенно материалы используемые в кроссовках отличие от первой модели более премиальные вверх сделаны из плетеного текстильного материала prime knit которая обволакивает твою ногу со всех сторон по всему периметру кроссовка плетение отличается по стилю вязания это отчетливо видно в пятке одно в середине на носке другое вставки замши в районе большого пальца и пятки а также сбоку и в районе двух верхних петель что касаемо сборки нареканий нет все сделано качественно и на совесть никаких торчащих ниток и клея не было замечено да и после теста в целом материалы выглядит хорошо ничего нигде не порвалось и не отвалилось но если только не смотреть на мой носок который загадился в первую пару тренировок хотя в целом текстильный вверх быстро отстирается вес кроссовок составил 472 грамма в размере 10 половиной вес что является приемлемым но уже на грани за что кстати хотелось бы накинуть плюс один балл так это за то что в кроссовках используются переработанные материалы носовой части стопа зафиксирована и не гуляет по сторонам благодаря тому что материалы корпуса там не эластичны плюс по бокам стопу удерживают бортики из митсоли задней части все не так однозначно пяточный стакан крепкий и не подвержен деформации при боковых нагрузках и пятка не гуляет по сторонам плюс дополнительно поддержку обеспечивает эта пластина идущая от основания подошвы но есть проблема она заключается в том что если тебе кто-то наступает на пятку сзади кроссовок может просто слететь и это конечно совсем не будет пятка в целом не гуляет стоит на месте то есть при беге она нормально зафиксирован то есть она никуда не какую из сторон не гуляет хорошо зафиксирована но если будет какой-то игровой момент и кто-то наступит вот сюда в районе буста получится так то есть нога выходит не вверх а в сторону это происходит из-за того что бортики здесь как резинки на носках и фиксации не играют никакой роли но надо сказать что просто при беге пятка вверх-вниз не гуляет бокового триггера нет но за счет расширенной подошвы кроссовки вполне устойчиво плюс они стабильны и не подвергаются скручиванию благодаря мощной пластиковой пластине пролегающие в основании подметки вторые янги уже не такие топовые как предыдущие до материалы стали более премиальными но функционал в этих кроссовках снизился не сказать что они провалились просто первыми была задана высокая планка а в целом то вторые янги вполне достойные кроссовки набравшие 82 балла сильно не провалившись не по одному показателю самое важное что нужно держать в голове при покупке этих кроссовок это то что если у тебя широкая стопа то тебе придется помучиться с ними пару-тройку тренировок пока они подстроиться по твою стопу ну как вам обзор баллеры обязательно оставляйте комментарии и ставьте свой лайк ну а мы благодарим за предоставленную пару магазин делаем вещи которые заставляют и привозят любые вещи и кроссовки с пользой магазин является проверенным поэтому можете смело заказывать не забывай подписываться на наши ресурсы это телеграмм инстаграмм наш сайт переходи обязательно на вайлдгресс и заказывай наши вещи наш мерк ну а с вами был дядюш красу всем пис кушать супчик